Это очень важное качество, быть послушным Богу. Как я сказал, уже есть то, что Бог говорит нам в целом, в общем, и есть то, что Он говорит лично к тебе. А ты скажешь, а что Бог говорит лично ко мне? Чтобы услышать, ты должен просто спросить у Него и приблизиться к Богу. Многие христиане, они просто ничего не слышат. По одной причине, что Бог говорит в тишине, а они постоянно пребывают в свете. Вы знаете, мне жалко тех людей, которые пребывают в постоянном шуме, которых разум постоянно блуждает. Но чем больше ты слышишь этот голос, тем больше ты его хочешь слышать. Чем больше ты имеешь личное общение с Богом, тем больше ты стремишься к Нему. Аллилуйя. Это написано «вкусите» и узнаете, что благ Господь. Если ты вкусишь живого Бога, ты никогда не захочешь довольствоваться религией. Если ты вкусишь личное отношение с Иисусом, тебя никогда не удовлетворит формальность. Аллилуйя. И поэтому Бог, конечно, Он говорит, Он всем говорит. Если ты тем более называешь Иисуса своим Господом и Спасителем, но чтобы услышать Его, нужно время просто, чтобы успокоиться, придти в Его присутствие. А как вообще проверить, ты способен услышать Бога или нет? Очень просто. Открой Библию дома, начни читать. И сразу узнаешь, что ты вражу блуждает или нет. Открываешь Библию, начинаешь читать. И не можешь вообще понять, что там. Потому что твои мозги наполнены всякой ерундой. Ну, конечно, скажешь, ну, это не ерунда, это задачи, которые надо решать. А может быть, их и не надо решать, эти задачи. Может быть, какие-то другие надо решать задачи. Может быть, надо разобраться. Знаете, написано, мудрость, которая сходит с неба, она послушлива. Это написано в Биакова. Я однажды получил сильное откровение. Я понял, которые идеи, которые приходят с неба в твой мозг, они не будоражат твой мозг. Те идеи, те мысли, те планы, те цели, которые с неба приходят в твою голову, они не мешают тебе идти за Иисусом.